Встреча с Шандунь 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 Сейчас, по указанию представителя Конверсии Димбина, провинция Шэндон работает над созданием, над строительством зеленого, высококачественного и низкоуглеродного развития региона. Сейчас мы в основном работаем над следующими областями. Во-первых, цифровая экономика, мы работаем над трансформацией экономической структуры провинции Шэндон. Во-вторых, мы развиваем те три инновации, то есть электроавтомобили, солнечные батареи и аккумулирование солнечной энергии. Третье направление – это трансформация энергетики в провинции Шэндон. Сейчас мы развиваем атомную, солнечную и ветровую энергетики, то есть не ископаемые источники энергии, а также развиваем аккумулирование энергии. В последние годы под вашей поддержкой и заботой сотрудничество между провинцией Шэндон и Крикстан постоянно уделяется. Например, в прошлом году товароборот между провинцией Шэндон и Крикстаном в составе 1,93 миллиарда юаней, что выросло на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За первые месяцы текущего года товароборот между провинцией Шэндон и Крикстаном в составе примерно 1,5 миллиарда юаней, что выросло на 30,5% и показало хорошую тенденцию развития. В том числе совместный проект по покупке газовых автобусов из провинции Шэндон со стороны Крикстан, постоянно получает новых прорывов. И данный проект уже стал процессовым проектом сотрудничества между двумя сторонами. Я то, что узнал, что сейчас провинция Шэндон уже поставила 259 таких автобусов. И здесь также хотел бы вас поблагодарить за то доверие к продукциям, сделанным в провинции Шэндон. И в этот раз с нами еще приехали в Кыргызскую республику 30 с лишним предприятий из провинции Шэндон, такие как компания Ценжу и Heavy Industry, Шэндон, Чуши Фармер Сирко Групп и компания по производству ковров Си Уси. Они будут подписать совместные проекты по таким направлениям, как создание фармацевтической производной базы и покупка непищевых продуктов животного происхождения. У нас есть и бонус уверенности в этих сотрудничествах. По лучшим случаям, я также хотел бы выдать некоторые предложения. Во-первых, углублять контакты между местными правительствами двух сторон. Надеемся, что между провинцией Шэндон и Кыргызстаном будет создана больше пара попродимских городов и постоянно расширяются каналы дружественного контакта. Во-вторых, в дальнейшем углублять сотрудничества и обмены в рамках ШОС. Надеемся, что все больше индустриарных и экономических парков, предприятий и организаций из Кыргызстана смогут участвовать в строительстве пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС в провинции Шэндон и создать новую платформу для торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном. В-третьих, продолжать реализацию достигнутых совместных проектов. Надеемся, что две стороны смогут проявлять свои преимущества в ресурсах и взаимодополняющие преимущества двух сторон. Укреплять сотрудничество в таких сферах, как переработка сельхозпродукции, техническая промышленность, машиностроение, освоение ресурсов и так далее. Продвинуть реализацию больше совместных проектов. В-четвертых, укреплять коммунитарные обмены. Надеемся, что две стороны смогут придерживаться духа, шокового пути, укреплять культурное и туристическое сотрудничество, чтобы в том числе сближать народы. Мы готовы в рамках всемирчивого стратегического партнерства между Китаем и Кыргызстаном в новую эпоху всесторонне укреплять практическое сотрудничество с Кыргызстаном, укреплять вечную дружбу и углублять взаимовыгодное сотрудничество. В заключение, еще раз хотел бы вырасти вам и вашим коллегам за теплый прием нашей делегации. Еще раз приглашаю всех посещать провинцию Шэндон. Редактор субтитров А.Семкин